Менее чем полтора года за время нахождения Крыма в составе Российской Федерации республиканской властью была проделана колоссальная и беспрецедентная работа. В этом смогла убедиться лично Валентина Матвиенко. Тем не менее, разговор в кабинете председателя парламента республики, а уже после на трехсторонней встрече с главой Крыма был посвящен не только достижениям, но и проблемам. В том, что за 25 лет их накопилось много, председатель Совета Федерации Федерального Собрания с первыми лицами республики согласна. Внимание к двум новым субъектам федерации, к республике Крым-Севастополю, поверьте, самое приоритетное во всех министерствах ведомств, у федерального правительства, у федерального собрания. Вся эта работа проходит под контролем президента Российской Федерации. И сегодня и в госсовете, и глава республики мне изложили тот перечень проблем, которые требуют дальнейшего внимания федерального центра, которые требуют кое-какой донастройки законодательства нормативных актов. Чудес не бывает, проблемы нужно решать, но Валентина Матвиенко охладила пыл крымчан, отметив, что все и сразу невозможно. Привела простой пример, но один из самых болезненных для полуострова – полигоны ТБО. Пять лет, как минимум, нужно для того, чтобы раз и навсегда закрыть вопрос мусора. Но проверяющие органы требуют полного соответствия законодательству Российской Федерации. Руководствуясь им, штрафуют уже сегодня. В таких вопросах не нужно предъявлять такую чрезмерную рьяность, а дать возможность руководству республики, муниципальным органам власти составить планы по утилизации, по ликвидации этих незаконных свалок, свалок, нарушающих экологию, представить дорожные карты, посмотреть, сколько им нужно на это время, с федерального центра помочь финансировать, и только после этого уже требовать соответствия законодательства. При этом Валентина Матвиенко отметила, что таких проблем много. Но даже самый важный вопрос, который касается сохранности жизни детей, пожарная безопасность в школах требует времени. Прокомментировала председатель Совета Федерации Федерального Собрания и нашумевший слух о возможности ликвидации Министерства по делам Крыма. Позицию Владимира Путина она по этому поводу не знает, но свое мнение высказала. На сегодня, можно сказать, министерство выполнило эту свою функцию. И содержать такое узкопрофильное министерство, а тем более идет на уровне федерации, идет реструктуризация и оптимизация федеральных структур, на мой взгляд, с ним можно было бы безболезненно расстаться. При том, что есть вице-премьер Казак Дмитрий Николаевич, который является координатором всей работы по Крыму. И в каждом министерстве, как правило, один из заместителей министров конкретно, целенаправленно занимается проблемами Крыма. Экономика, социальная защищенность граждан, сельское хозяйство, бизнес и его переход в российское законодательное поле, водообеспечение и многое другое. Валентина Матвиенко интересовалась всеми аспектами жизни полуострова. Какие выводы сделает? Гости из Москвы Крым сможет узнать, а может даже ощутить в сентябре. По плану, именно тогда Совет Федерации самым плотным образом возьмется за проблемы полуострова. Юлия Попович, Виталий Голубев, Служба новостей и ТВ.